Рада вас видеть. И я всегда стараюсь читать что-то новое из своих последних стихов. И хочу рассказать такую историю. Ну, уже кто знает, я много раз это говорила. Что у нас в Тарусе дача. И там есть удивительные разные места. И возле одного кафе, прямо на улице, стоит белое фортепиано. Оно было черное. Потом его покрасили. И оно такое, как изюминка. Расстроенная в очень... Расстроенная в очень фортепиано. На улице в старинном городке. И выглядит нелепо. Даже странно. Оставлено оно, забыто кем. Быть может, это чья-то шутка злая. Но даже и не злая может быть. А мимо люди в городе гуляют. По магазинам что-нибудь купить. Но инструмент на улице мечтает. Что кто-нибудь пройдет не просто так. А сядет и немного поиграет. И музыкой порадует девок. Пусть хрипы, расстроенные звуки, похожие на жалобу и стон. Из стертых клавиш извлекают руки. Гоняя оцепенение и сон. Его, наверное, вывезли на свалку. А может, порубили на дрова. Но вот кому-то стало просто жалко. Теперь оно и дальше служит вам. Опять весной немного подкрутили. И белой краской подновили рак. Над ним цветы в горшочках посадили. Ведь памятник культуры, как и так. Его заслуга в общем небольшая. Но радует и гордо украшает. И над старинной Тарусой, и над красавицей Окой Польется звон. Повеет Руси, повеет былью вековой. И долго будет он сливаться с напердным волосом реки. И будет берег отражаться. И будут воды глубоки. И так же будет звать прохлада твоих тенистых берегов. И так же листья будут падать с могучих вековых дугов. И так же будут птичьи стаи кружиться долго над водой. Когда-нибудь лишь нас не станет, совсем не станет нас с тобой. А этот зло все будет литься. И плыть спокойно сквозь века. И пусть навеки сохранится земля и небо и река. Уезжая на Ату, в Тарусу, убегая от тоски и грусти, И от шума, и от грязи, и от пыли, Чтобы все меня немножечко забыли, Чтобы остаться ненадолго, как смогу, На высоком, на крутом, на берегу. И послушать, как звонят колокола. Я так долго этой музыки ждала, Что плывет и затихает над любой, И на душу опускается покой. И посвящение усадьбе Астафьево. Ах, эти подмосковные усадьбы, Тенистые аллеи и пруды, Так много им хотелось рассказать бы, Какие здесь положены труды, Какие люди здесь когда-то жили, О чем мечтали, думали о чем, Какие музы в городе кружили, И клали в танцы руку на плечо. А где-то в парке за цвета и три Телились птицы в гнездах у пруда. Им так хотелось думать о великом И строится на века, и навсегда, И белыми колоннами украсить, И гневидер на крыше возвести, Чтоб не было во всей округе краше, Чтоб непременно самый модный стиль. Здесь Карамзин свой главный труд напишет, И Пушкин здесь у Вяземских бывал. Усадьба эта много им слышит, Парнасом русским он ее назвал. Теперь в олеях парки бродят тени, Из прошлого всплывая иногда. От этого проходит дрожь по телу, Когда стоишь на ростике пруда. И отражались в водах на рассвете Старинный дом зовет к себе гостей, А мимо нас плывут тысячелетия, Сменяя время, краски и людей. Спасибо.